Как это? Отдыхаем хорошо, только пускали очень. Передлище у нас 1200, 1224 километра. Может, мы поедем сюда? Ты выберешь такой маршрут, чтобы нам заехать в Гагу. В Гагу заехать? Да, Гагу. Там же ночевать, ехать дальше. Ну, а дай вот так прям, ну, прими к морю, а потом по побережью. Ну что, какой праздник отмечаем? День Победы отмечаем. Сереж, ну, за встречу. Да, Летчик. Я, так сказать, очень рад. Тем более, что, понимаешь, тем более, когда не планируешь, получается, как-то еще, так сказать, интереснее. Раз-раз, бам-бам, давай позвоним ему дачу. Да он в России, да вдруг не Россия, да в России 100% должен там быть. Да, позвоним, ну да, позвоним, Лень, приятно. Думали, что там там, сейчас под скотчем наливали. Ну, с другой стороны, что надо отметить, дизельное топливо дешевле всего в Европе. Да, справляюсь по доллару 20 центов, по евро 20. Вот, говорят, что это, как бы, самая дешевая цена, которую можно найти. Вот, то есть, везде есть свои, как говорится, маленькие плины, но чуть-чуть не могу сказать. Да, мне понравился, наверное, Дикси Лент, молодежный такой, который играл на центральной площади все вещи из Майкла Джекса. Цены укушенные, конечно, немножко, везде даже в бутиках, вот, посмотрели. Вот, то есть, явно дорого, например, там, чем в Аустрадаме, чем в Евдорфе. Вот, на еду тоже, но, в общем, второй раз, наверное, Сумурсы, наверное, меня обидят, к сожалению. Ихнула, ну, ихнулала тоже. Вот, такая вот впечатление даже всего было. В Амстердаме, конечно, это другая история. Надо выпить, так сказать, бокалы в Красном этаже, чтобы начать об этом рассказывать. Честно говоря, мне, конечно, Мозель понравился гораздо больше. То есть, он настолько комфортный какой-то, такой вот, малозаселенный, движения не очень много. А здесь все-таки движуха, движуха, и да движуха. Я удивился, как они обрабатывают, понимаешь, я думал, как они туда, это же такой крутизне надо, как-то же это все лозой там работать, понимаешь, туда там спалить, ну, ладно. Я смотрю, там эти трубы поливные какие-то, значит, вверх идут там. Как-то это укрепить, все террасируешь, чтобы все это, значит, не ползло в место. То есть, конечно, труд гигантский, так сказать. Ну, и вина получается, чумовая. На самом деле, я все-таки очень люблю. То есть, если у кого-то будет стоять выбор между, там, дорогим каким-то вином, французским, итальянским и так далее, я как-то уходил все-таки рекомендовать именно немецкий вислинг, произведенный в Толине Мозею. Такое подчеркивание вкуса к любому блюду, особенно к молодой спаржи. Нина, кто это рядом с тобой? Папа. Да я не знаю. Вася. Ну, вот, Аленчик кто-то приготовил завтрак, типа, то ли обед, то ли завтрак, непонятно. Вот водки налил. Важно. Сереж, зачем ты дал моей собаке со стола еду? Потому, чтобы она знала, что русские – это нормальные люди, которые живут в России, не жадные. И так сказать это. Потому, чтобы собаке отложилось в памяти приезд российских друзей. Ну да, и тогда еще. Да, потому что мы не даем ничего запрещенного, правильно? То, что может повредить здоровье. Согласись? Да? Наркотка полезна очень вещь. Сыр. Круто. Очень положительно воспринимается. Вот, все. Очень положительно воспринимается. Все, теперь Бася. From Russia, from Russia, we love it. Называется. Ферштейн? Бася, ты хулиган. Ферштейн забит. Куда мы сейчас идем? Мы идем в термобат. Термобат – это такие бани, где ходят все голые, как зураки. Господи, господи. В термобат – это такие бани, где поправляют здоровье. И поправляют здоровье. Там минеральные… Бассейны. Там бассейн с минеральной водой. Серьезно? Да. Да, между прочим истом воды. Серьезно. Если, например, ты вечером обохмелился, то можно пить прямо из бассейна. Как рассол. Как рассол, и постепенно здоровье к тебе будет возвращаться. Потом брех еще накатить. И, так сказать, уже… И опять-то могу. Фил, скажи, ты знаешь, что такое слово «накатить»? Нет. Как объяснить иммигранту из России, что такое слово «накатить»? «Накатить»? Да. Вообще сложный вопрос. Вообще, так сказать, по этимологии слова происходит, конечно, 100% от тюремной лексики, которую лучше не употреблять. Но, тем не менее, она все равно вторгается в наш язык. Вот. И «накатить» имеется в виду «выпить», «добавить». То есть, когда на тебя накатывает волна опьянения, волна опьянения, как это будет, «накатило», «накрыло», «накатило». То есть, например, там, ты раз стакан выпил и говоришь «все, накрыло меня, накатило волной блаженства». И от этого уже идет «накатить», «накатить», «накатить». Вы, то есть. Я, я, что могу сказать, что я не накатываю. А, ты, ты. Филочка, теперь ты понял, что такое «накатить»? Да, хорошо, спасибо. Лекция. Лекция, лекция профессора, профессора словистники Кембриджского университета, окончена. Давай, пусть она тебя царапает. Вот так. Скажите. Она меня уже и царапала. Че царапаешь? Что? Бигль? Хрен. Серег, все, больше не давай. Я так и бигли, знаешь, на завтрак. Кушаю. Получив массу прекрасных, так сказать, впечатлений, отдохнув, набравшись новых идей, мы, так сказать, возвращаемся в Россию-Матушку. Где нас ждут души наших великих предков Суворова, Эмидова, ну и остальных, так сказать, товарищей, которые в этой группе находятся. Они уже по нам соскучились. Поэтому мы через Злату Прагу, через Близень, посетим пивной городок, значит, так сказать, насладившись ароматом чешских пив, мы проследуем уже дальше, нижний номер, так вот, финальный, так и, несколько слов. Спасибо. Их лейбер Дольчелленд. Милая. Вир гейен унзертом Радо, вир лейтеза литун загут, вир гейен унзертропетер. Счастлива пути. 52, вот, понятно, и 3 восьмерки, характеризующие бесконечность движения в путешествии. Это мысль, это вот я, это Илюша, это Сережа. Пока мы движемся, мы живем, поэтому номера символизируют, так сказать, образ жизни. Старость меня дома не застанет, я в дороге, я в пути. Счастливого пути. Пока. Все, очень рад. Счастливого пути. Счастливого пути. Продолжение следует...